Всем привет! Сегодня я вам покажу парк Наталка в Киеве. Сейчас я на Оболонской набережной. Парк Наталка расположен в Оболонском районе Киева вдоль берега Днепра. От гольф-центра на Оболонской набережной до Северного моста. Общая площадь парка Наталка 25 гектаров. Название парка Наталка от урочища, которое долго было дикой территорией между жилым массивом Оболонь и Днепром. Оболонская набережная пролегает вдоль залива Оболонь реки Днепр от Северного моста до улицы Приречной. Здесь есть пляж, рыбаки ловят рыбу, хорошая зона отдыха. Красивый вид, плавают утки. Здесь небольшой веревочный парк. Обновление парка Наталка было по инициативе и поддержке мэра Киева Виталия Кличко с 2017 по 2019 год. Доехать до парка Наталка можно на метро, до станции метро Минская. Идти потом по улице Тимошенко в сторону проспекта Героев Сталинграда. Парк Наталка ухоженный, много деревьев, травка зеленая, приятно гулять. Сегодня в Киеве погода пасмурная, идет дождь. В парке есть несколько спортивных площадок, детские площадки есть. Детям здесь понравится. На пляж на Оболонской набережной вход бесплатный. В парке также можно позаниматься спортом. Спортивная площадка. Прогулка продолжается, несмотря на дождь. Все очень классно благоустроено в парке Наталка для людей. Посмотрите, какие дома красивые рядом с парком. Вот еще одна красота, как оригинально сделана. Молодые деревья посажены. Очень красивый парк Наталка, один из лучших парков. Идем дальше, гуляем. Много площадок разных в парке, много скамеек для отдыха. Красота. Дети развлекаются здесь. Здесь большая территория. Аренда шезлонгов, катамаранов и водных скутеров на пляже за отдельную плату. Инструктор на пляже может показать, как пользоваться скутером, катамараном и так далее. На пляже также имеется несколько кафе, где можно покушать. Также можно поиграть в волейбол с другими посетителями. Красивый такой мостик. Такой вид сверху. Люди гуляют. В парке Наталка есть велопешеходные дорожки, 400-метровая беговая дорожка, парковые павильоны, смотровые площадки, детский лабиринт, пандусы, лестницы, а также набережная с аллеями и беседками. Посмотрите, какая красивая новая клумба в парке Наталка. Такой еще клумбы здесь не было. Оболонь начали застраивать жилыми домами в конце 1960-х годов. Основная застройка была завершена в период с 1974 по 1980 год. При разработке проекта застройки массива большое внимание уделялось природным условиям местности. Массив застроен в основном 9- и 16-этажными домами и спланирован по особому сотообразному плану. Микрорайон напоминает соты по форме. Еще одна детская площадка. Скамеечки стоят. Детям здесь будет очень комфортно. Отличная спортивная площадка. Идем дальше. Видим еще одну спортивную площадку. Красивые растения и кустарники. Приятно гулять здесь. Можно здесь провести целый день. На набережной также есть мини-парк сад камней, храм Рождества Христова и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Красивое место. Здесь можно посидеть на скамейке и отдохнуть. Сейчас пойдем в беседку. Там очень красивый вид на Днепр. Это идеальное место для того, чтобы проводить семейные встречи в беседках с видом на Днепр. Уютная такая беседка. Река Днепр. Посмотрите, какой вид красивый. Люди гуляют с собачками. И утки в Днепре плавают. Красота. Очень красиво все оформлено. Классная черепаха. Очень красивый вид на Днепр, протяженность набережной приблизительно 4 километра, Оболонская набережная давно стало местом для фотосессий, уникальной особенностью Оболонского района в Киеве является то, что 10% его территории занимают различные водоемы, приятно идти по таким дорожкам, посмотрите какая классная фотозона, я всем советую при возможности посетить это место В парке несколько беседок, это вторая беседка, вид на Днепр и на Северный мост Какой замечательный вид, наибольшая водная площадь остается за Днепром и его притоками, однако кроме главной Киевской реки здесь находится немало озер и Орданская, Кирилловская, Вербная, Богатырская и другие Также в Оболонском районе есть озеро Министерское и Белое В следующих видео я вам покажу несколько озер, которые находятся на Оболоне Кроме того, на Оболоне есть 5 заливов Верблюд, Волковата, Собачье Устье, Наталка и Оболонский На территории района протекают малые реки Сырец, Горенка Есть в его составе и лесопарковые зоны Заказник Пущеводицкий лесопарк, ландшафтный заказник Пущеводица Большое количество современных жилых домов построено недавно здесь Идем по набережной, вид на Северный мост Площадь современного Оболонского района составляет 11 тысяч гектаров Арт-объект, металлическая скульптура Открыли сад камней на Оболоне в 2011 году, но с тех пор дополняются статуями и арт-объектами На самом деле правильно назвать каменный сад Эта достопримечательность не соответствует ряду требований классического сада камней Который для медитации и созерцания Красиво сделано Сад камней на Оболоне создан из каменных столбов Которые завезли из нескольких областей Украины Памятник в объятиях Еще одна интересная скульптура С крыльями бабочки В парке много разных скульптур Русалки и пантеры есть Красивые цветы и кустарники И в этом конце парка, ближе к Северному мосту, есть детская площадка Красивая ротонда Ухожена так вокруг Храм Рождества Христова в Оболонском районе города Киева Посмотрите, как красиво цветут каштаны Посмотрите, какая прелесть Киев, город каштанов Можно часами любоваться этим цветением Но некоторые каштаны уже начинают отцветать К сожалению Уже возвращаюсь Справа видно Днепр, пляж Слева за забором элитные дома Везде цветут каштаны, красота Но здесь уже шумно Ездит транспорт Иду к метро Полюбуйтесь со мной Этой красотой Цветением каштанов Это невероятно Я люблю Оболонь Спасибо всем, кто посмотрел это видео Я желаю вам добра, мира и отличного настроения Спасибо 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 Спасибо